Сегодня 17 июля 2023 года нас беженцев из Украины пригласили в полицию Молдовы, в полицию Дон Дюшаны. Вот наши девочки, смотрите. Это называется чайпитие полиции. Наташа Николаевна. Настоящие богатыри, богатыри красота. Что такое чайпитие? Это кофе, чай, конфеты, вкусное печенье и, конечно же, наши девочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Моя обслуживаемая зона получается 26 тысяч человек. Это как с боровой. Это получается где-то 65% района. были такие случаи что купили дом какие-то аферисты и вы разбирались нету такого а были такие случаи что поселились там люди и тихонько живут а вы раз и разоблачили у нас заселяются именно допустим вот которые домах от премарии есть несколько домов которые на учете как были хозяева но там по гражданскому кодексу через определенное время переходит условия коммунальные переходят под пример если нету законных наследников есть домов которые поселены а были случаи ограблений домов кражи да вот люди уехали они туда дворы но сотрудниками уголовной полиции выявляются и везде даже у вас у нас сейчас много называется мародерство точно только сели за руль только сели за руль сразу ремень безопасности и рядом и рядом тоже ну конечно каждый сам по себе отвечает влачитель если будет пристегнут и вы не будете как паштажер пристегнут составить протокол вам в других странах обязательно и сзади ставить безопасность так что это это для человека это не для нас не для какого-то особо безопасности мне тоже не нравится эта процедура скажите если приобрести машину на территории Молдавии вам нужно сделать доверенность доверенность только да а на ней я смогу бы уехать дальше в Румынию там ну в Баварию конечно под доверенность это же документы ну когда у меня уже машина будет на молдавских номерах я уже не буду оплачивать или нет как вы можете оплачивать не еду если она на молдавских номерах это только для Молдавских номерах в основе я в вашей машине могу купить машину мне сделать доверенность хоть по мере но по доверенности я могу кататься по всему миру а если машина с утра не вспоминаю ее уже растут же или как как поставить ее на молдавских номерах на данный момент я не помню то ли в прошлом то ли в этом году наверное в прошлом наше правительство ввело за то что раньше было до 10 лет можно было растормаживать если старше то уже раньше а сейчас уже вот я не помню в прошлом году мне кажется я не помню точно когда но ввели что чем старше тем госпошлина выше можно растормозить даже растормазывать машину с 90-х годов там это не проблема только там цена на расторможку уже будет больше ну то есть никак по другому только растормаживать да? ну продайте-то всегда что они ее купите здесь в Молдавску допустим если как вариант да? нет просто вот с того года, с марта того года машины которые ну с марта просто с того года машины которые выехали да они имеют право находиться здесь три года а с января или с когда закон вот этот вот или у вас недавно что машины имеют право находиться только 180 дней и надо опять выжать их 180 дней это было полгода? нет в год 180 дней? нет я лично я заехала в марте 22 года имею право находиться на территории Республики Молдовы три года а Наташа приехала с войной в чрезвычайное положение? да ну хорошо оно еще до сих пор длится а Наташа сейчас а я даже крайний раз заехала в мае то у меня получается 180 дней да ну вот так как юристы нам объясняют временная защита с беженцами это одно а вид на жительство это другое имеют право только полгода здесь полгода там мы допустим временная защита мы имеем в течение года суммарно 45 дней въезжать любые страны а там только а это и практиция темпоральная пана ла дата динтой мае а с икарин ваца а с икарин датят таболетин ну а с икарин даруа а икарин а икарин а с икарин а с икарин а с икарин а с икарин машину вас угоняют машину угнали бывает такое вы за такое да пару лет назад было о пару лет назад понятно но не нашу машину а гражданские и вашу жигуля нет? нет, ваши жигуля вы угнали пару лет назад как же не люди, да? а вы больше бы угоняли вы гуляли? я спрашиваю наверное какие-то дети, да? нет, я не подумала вчера когда нам сказали что мы поедем к вам я сказала что обратно вы должны дружиться не все ну не то, что у нас сильно заказала за висок а у готиков уже нету робопиков уже нету пробиков побегов печальненько как то, да? а как вы приступли на висок? вы гуляете Есть тостера, которые имеют счет. У нас нет в наличии, есть другие службы. Изъятие денег с карточкой. Вы должны... Но это идет беседа такая, что вас... Они уговаривают вас... Они доходят до того, что он уже сам дает, как бы... Зная... Ну, они психологи где-то... И ни в каком случае работник банка или работник секьюрити никогда не спросит вас цифры, карты. И это длинные эти... 14 и те три сзади. Никогда они не спросят. Они имеют все эти данные у себя. Они могут спросить вас фамилию, имя или там какие-то другие... Последний раз, когда пользовались карточкой, допустим... Ну, вообще они редко кому звонят. И то, что иногда появляется на экран телефона и логотип того банка, это тоже зависит от тех, которые звонят. Потому что они могут иметь частичную информацию о вашей карточке. Может, украли с банка или имеют там работника и дают данные. И они могут иметь частичную информацию. Ваша фамилия, имя и может быть даже частичный код карточки. И когда вам звонит, говорит, вот... Наши последние... Ваши фамилии, имя и там пару цифр с карточек. Вы думаете, вот да, работник банка интересуется и хочет предотвратить изъятие денег. Но в этом случае самое легкое, что вы должны делать. Даже если как-то дали те цифры. Сзади карточки есть номер банка. Он идет не мобильный, стационарный у всех банков. Не знаю, я не видел, что был мобильный. И звоните по этому номеру. Это... Горячая линия. Горячая линия. Секурити банк от того, где вы обслуживаете карточку. И заблокируйте карточку.